МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый месяц весны выдался насыщенным на спортивные события не только в Одинцовском районе. Первенство Европы по фехтованию среди юниоров. Окончание регулярного турнира чемпионата России по волейболу, всероссийский турнир по художественной гимнастике и многое другое. Обо всем по порядку сегодня в программе «Время спорта». 18 марта в Одинцово состоялось сразу несколько спортивных событий, приуроченных к трехлетней годовщине присоединения Крыма к России. В физкультурно-здоровительном комплексе прошел детско-юношеский турнир по волейболу. Соревнование открыл министр спорта Роман Терешков и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Физкультурно-оздоровительный комплекс был построен по губернаторской программе и является структурным подразделением спортивной школы Олимпийского резерва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К.А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одно событие состоялось в спарте на зрелищном комплексе города Одинцова Товарищеский матч команды Заречи и гостей из Евпатории клуба Керкинетида Соревнование открывал губернатор Московской области Андрей Воробьев В зале гости из разных муниципалитетов Подмосковья Приехавшие в Одинцово на торжества по случаю присоединения Крыма к России Волейбольное состязание больше походило на знакомство команд друг с другом Девушки продемонстрировали красивый волейбол, порадовав гостей и тренеров Одинцовский раперист Григорий Семенюк продолжает череду успешных выступлений на состязаниях разного уровня Еще одна победа в копилке спортсмена золота на чемпионате Европы в болгарском городе Пловдив За Россию в команде наряду с Григорием выступали Искандер Ахметов, Кирилл Бородачев, Александр Сироткин В финале россияне встретились с итальянцами В дебюте представители нашей команды действовали весьма успешно Но к середине командного поединка соперники вышли вперед и обогнали россиян со счетом 20-15 Лидерство сохранялось до последнего круга Но в седьмом бою Кирилл Бородачев повернул ход встречи Так что на последний поединок одинцовец Григорий Семенюк вышел лидером Финиш с итальянцем Гийомом Бьянке получился поистине чемпионским Россияне взяли золото со счетом 45-39 В Одинцово состоялись всероссийские состязания по художественной гимнастике Событие собрало на гимнастическом ковре юных дарований из разных уголков нашей необъятной родины Событие стало памятным Турнир посвятили заслуженному тренеру по художественной гимнастике Надежде Соломатиной Говорят, что девочек с малых лет занимающихся художественной гимнастикой Отличают грация, красота и сила Непростое это дело выполнять сложнейшие физические и танцевальные упражнения под ритмичную музыку Сегодня художественная гимнастика считается одним из наиболее изящных олимпийских видов спорта А россиянки традиционными фаворитами крупнейших международных соревнований Популярность этих соревнований стала намного выше Если в том году у нас были они в основном те гимнастки, которые представляли только Московскую область То в этом году у нас они всероссийские К нам приехали гимнастки из Калининграда, из Воронежа, из Москвы То есть уровень соревнований у нас повышается Так же, как и масштабность этих соревнований тоже увеличивается Всероссийский турнир, который прошел в Одинцово Посвятили памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Тренера Надежды Соломатиной Многие организаторы чемпионата сами воспитанницы легендарного наставника Теперь они передают опыт молодому поколению Выступают девочки от 6 лет и до 16 То есть самые старшие девочки выступают по мастерам спорта По программе мастеров спорта Организаторы и участники турнира признаются Подобные соревнования позволяют значительно повысить мастерство спортсменов Обмен опытом и конкуренция с другими регионами России Заставляют гимнасток прилагать для победы все силы Особое внимание уделили судейству Никаких скидок на возраст и спортивный разряд Организаторы понимают, кто-то из этих девочек через несколько лет Будет защищать честь России на международном уровне Мне кажется, что в Одинцово работает очень много тренеров по художественной гимнастике Во многих точках То есть представительство города Одинцова Здесь есть разные организаторы города Одинцова В Московской области нас культируется В 30 городах Московской области художественной гимнастики Это только в Московской области Призеры соревнований получили грамоты соответствующих степеней Медали и другие ценные призы Возрастающая в России популярность художественной гимнастики Позволяет надеяться на то, что подобные турниры будут проходить все чаще Волейбольный клуб Заречья Одинцова продолжит борьбу в чемпионате России за 5-8 места Именно так сложились игровые позиции команды Которая в борьбе за выход в финал уступила команде «Уралочка» НТМК Ответный матч Заречья Одинцова провел на своей площадке И он не увенчался успехом Встреча в Одинцово предшествовала игра на выезде Первый матч четвертьфинала Одинцовской Заречья провело с «Уралочкой» в Нижнем Тагиле В последних числах февраля Тогда подопечные Вадима Панкова уступили хозяевам площадки В этот раз принимающей стороной выступил подмосковный клуб Родные стены, трибуны болельщиков, знакомый зал Все это могло дать фору Одинцовским волейболисткам Однако уже с первых минут Зареченки стали ошибаться И к середине партии заметно отстали от гостей Изменить ход игры хозяйкам так и не удалось Зато во втором сете Одинцовские волейболистки проявили характер И напористость, на табло уже равный счет Кажется, вот-вот и Заречья перехватит инициативу Но «Уралочка» стоически выдерживает натиск хозяек В итоге 16-25 в пользу гостей матча Третья партия становится решающей и в игре, и в четвертьфинале для обеих команд В случае победы «Уралочка» проходит дальше А «Заречью» остаются утешительные игры за 5-8 места Такая перспектива не устраивает хозяек И они стараются наверстать упущенное К первому техническому перерыву Одинцовские волейболистки подходят с перевесом в счете Дальше точная атака Ангелина Спирскайте и работы на блоке Алина Верошек Заречья закрепляет отрыв в 4 мяча Но этот резкий рывок сходит на нет К середине третьего сета А после хозяйкам и вовсе приходится догонять соперниц В концовке партии завязывается борьба Но сильнее и увереннее В этот раз оказываются гости Из Свердловской области «Уралочка» НТМК Заречья всегда очень амбициозная команда Очень молодые и с ними очень всегда тяжело играть Потому что защита у них хорошая И всегда довольно сыгранная такая команда Как бы и не было первый год они вместе или нет Вадим Анатольевич всегда создает такие условия хорошие В коллективе И поэтому всегда тяжело с ними играть Всегда настраиваешься очень на серьезную игру Очень-очень серьезно готовились Сильно У нас такие тренировки жесткие были Мы надеялись, что мы выиграем Но у нас что-то не срослось Они действительно нас чуть-чуть сильнее Ну я думаю, мы боролись Мы сделали все, что смогли Не хватает характера в команде Сто процентов Не хватает Нет лидера Вот, допустим, Аллегина Которая была на Олимпийских играх В Рио-де-Жанейро Она должна играть Она не играет абсолютно Нам не на кого положиться Я делаю замены определенные Да, попытки играть другими игроками не получается Поэтому на сегодняшний момент не хватает и лидера Плюс, если там в обешенно связующий, конечно, цемент команды Которая распределяет великолепно То у нас поиск идет в передаче То есть Романова пасует Может с ошибкой паснуть Может не туда паснуть, понимаете Поэтому вот этого, конечно, не хватает И играть, видите, как по этому сложно Да, мы пытаемся, где-то боремся В защите достаем мячи Мы добить их не можем Но мы постараемся Но не хватает именно вот этого понимания Впереди у Заречья два тура за пятое и восьмое места Первый стартует 20 марта Второй пройдет с 21 по 24 апреля Пожелаем Заречью Одинцова успехов В борьбе за попадание в пятерку лидеров Чемпионата России по волейболу Еще одно спортивное событие прошло на днях Флойд начал 11 октября того же 96-го года До первого титульного боя провел 17 рейтинговых поединков Большинство которых выиграл нокаутом Академия бокса имени Флойда Мейвизера В Жуковке славится комплексом Эксклюзивных программ подготовки спортсменов Вы смотрели передачу «Время спорта» Следующая порция спортивных событий Ровно через неделю на ОТВ Редактор субтитров А.Семкин